Доброе пятничное утро! Пятница, конец недели, даже не знаю радоваться или нет. Для меня сейчас все дни одинаковые, хотя нет, радоваться. Завтра Сережа, естественно, будет дома. И мы завтра собрались поехать в Польшу. Уже я даже забыла, когда последний раз мы там были. Мы вообще в последний раз в Польшу ездили. Штетин, по-моему, да, когда мы покупали все для ремонта. У нас в нашей большой комнате. Тогда мы, наверное, были в последний раз в Польше. Соскучились. Ну так, покататься, развеяться и в магазин заехать, закупочку сделать. И хотим посмотреть, сколько стоит там капуста. Если там дешевле, чем здесь, в русском магазине, то купить немного капусты на засолку. С меня засольщик еще тот, сейчас с моей спиной Сережа будет делать, и я буду контролировать. У меня это тоже неплохо получается. Я, знаете, чем занималась сегодня? Достала свои тряпки. Ну, это в основном домашняя такая одежда, какие-то пижамы, какие-то штаны, которые я ношу только на работу. В общем, я освободила две полки. Хотела их рассортировать. Потом тут был телефонный звонок. Как-то так, в общем, туда-сюда. Да, и сейчас мне нужно уезжать. Покажу вам, куда я еду. И, наверное, нужно распаковать календарь. Да, последний раз мы открывали 15 число. Давайте посмотрим, что там дальше по программе. Да, я оденусь и поеду по делам. Так. Теперь, значит, 16 число. Нужно найти. Я уже подумала, что нету. Нет, нашла. Так, сейчас достанем. Ой, что-то малюсенькое сейчас. Карандашик. Так, так. Я не знаю, где я оставила свои очки. Не знаю, прочитаю или нет. Через камеру для чего. Ну, как обычно, наверное, да, либо подводка, либо для бровей. Но я черным не пользуюсь. Нужно будет кому-нибудь подарить. Так, и у нас 17 число. Мы с Надей переписывались. Она говорит, уже давно пора все открыть. Я уж тоже такого мнения. Мне прям не терпится посмотреть уже до конца, что там. Обычно, я не знаю, я почему и не люблю такие вещи. Потому что мне терпения не хватает. Мне хочется открыть все сразу. Так, это гигиеническая помада, да? Да. Да. Ну что, 18-ая. Ай, я не знаю, что я такого хочу найти. Прям. Ой, не вижу, девочки. 18-ая не вижу. А, все, нашла. Вот здесь он. Ой, я даже умудрилась так открыть. Так, что это? Я так понимаю, что это крем для рук. А, нет, это маска. В общем, маска для лица, как обычно, нанести на 10 минут. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, валится все. 19-ая. У меня ногти просто катастрофа. Потому что я сняла, да, вот эти, которые были не мои. Потом я делала такое тоненькое покрытие. Оно начало отрастать, отслаиваться. И до конца все само никак не могло, ну, сойти. И я уже прям силой отодралась. Сейчас в ужасном состоянии ногти. Но буду... Самый вот этот ужасный момент. Нужно, чтобы немного восстановились, отросли. Потом их можно привести в порядок. Сейчас бесполезно. Они, как тряпочки. Ой, слепота моя, куриная слепота. Не вижу ничего. Где 19-е число? А его нету, да? Так, нашла. 19-е. Получится так же открыть. Так. Опять какая-то малышечка. Малышечка. А, помните, я открывала что-то восстанавливающее. Дневное, а это ночное. Ну, что-то типа сыворотки, наверное, или крема. Не очень понятно. А вот здесь, с этой стороны, я даже прочитать не смогу. Да, это что-то опять восстанавливающее. И именно нужно наносить вечером. Так. Ну что, округлим до 20-ки. И вот она 20-ка. А в 20-ке опять пробник с духами. Называются они вот так. Пробничек. Так, ну что. Останется всего лишь 4. Туда уже ближе к Рождеству. Открою. Ну, потому что у меня не получается, да. Всегда вот ежедневно подходить, открывать. Поэтому я так, партейками. Сегодня тепло, дождя нет, очень хорошо. А еду я, знаете, куда. Я вчера дозвонилась, наконец-то, в праксис, откуда мне давали направление на МРТ. И они сказали, что они получили мое описание. И я могу приехать забрать, чтобы дальше могла идти уже на термин с диском и с описанием к этому диску от радиолога. Пойду я к нейрохирургу. 21-го у меня термин к нему. В последнее время у меня утро начинается, как говорится, с деловой работы, да. С телефоном в руках, сделать звонки. Каждое утро теперь захожу на сайт русского посольства, потому что я заполнила там заявление. Там столько нужно сделать, прежде чем, то есть столько много заполнять. Немного сложновато. Мне кажется, что очень тяжело, особенно там пожилому человеку, разобраться. Это как будто ты чувствуешь себя каким-то хакером, взломщиком. Сюда зайдите, в код введите. А вы здесь еще не заполнили, здесь вы не можете. И каждый день, один раз в день можно проверять, есть ли термин, который ты можешь взять в тот день, чтобы ты пришел и подал заявление. Потому что у меня в марте месяце заканчивается срок действия моего паспорта. 10 лет прошло, когда я делала последний раз. И вот каждый раз, каждый день, теперь каждое утро я захожу и проверяю наличие свободного термина. Каждый раз там нужно вводить код. Это ужас какой-то. Вот несколько дней подряд звонила про Аксис насчет описания по МРТ. Сегодня я еще позвонила своей волшебной девочке Лене, которая парикмахер. У нее, к сожалению, в ближайшее время терминов нет. Я досиделась до последнего. Моя прическа оставляет желать лучшего. Сами видите, я устала. Не получается у меня отращивать волосы. Это дополнительный уход. И, в общем, посмотрим. Я хочу постричься. Снова хочу немного покороче. Ну, не прям совсем кардинально, но покороче. Вот подъехал автобус. Ехать далеко в центр города. И вот из-за одного листочка нужно было проехать так далеко. Еще сегодня там что-то с Эсбанами опять случилось. Может, пойдем погуляем, девочки, с вами? Я вам обещала показать этот торговый центр. У меня еще часок времени есть. Ну, то есть, как бы, час на погулять и час до дома доехать. В это воскресенье, кстати, он работает с часу до восьми. Но в это воскресенье практически все магазины в Берлине работают с часу до восьми. Или до шести. В основном до шести. Но вот такой большой торговый центр будет работать до восьми. Не так уж и многолюдно. Мне нравится, видно вам? Такой огромный тут. Я не могу понять, это мороз, медвежонок или кто это в одеянии. Да, здесь нужно погулять, когда совсем стемнеет. Очень красиво. Здесь вот такой переход. То есть, этот торговый центр разделен на две части. Маленький импровизированный Вайнакс Маркт. Жарят блинчики, колбаски. А с другой стороны стоит снеговичок весь в огоньках. Очень вкусно пахнет свежей выпечкой. Продолжение следует... Сколько конфет, девочки? Дали карточку, собираешь пункты, и когда они полные, она без срока годности, и тогда можно что-то на 15 евро взять, то есть бесплатно в подарок. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь очень много дорогих бутиков, арманий, кос, что тут еще такого есть? Здесь есть некоторые гейсы, некоторые я даже не знаю, вообще не знаю, и везде 2G. Ну, я не хочу заходить внутрь, мне в принципе ничего не нужно, я буду вам показать красоту. Прямо с торгового центра выход на Парплац. Здесь очень удобно. Такая праздничная атмосфера, везде елочки, огоньки. Очень красиво. Ну вот я и показала вам красивый торговый центр. Немножко прогулялась, прошлась. Сейчас пешком дойду до Эсбана, вот туда, на площадь. Не знаю, будет идти теперь нормально Эсбан или нет, потому что сюда ехала Эсбан. Что-то там у них случилось, не ходила. Я на метро добиралась. Я сегодня домой вообще не доеду. На Александр Плац. Ну, типа как облава, да, полицейские делают, объявляют. И вот этот Эсбан, который должен был только что ехать в мою сторону, теперь едет в обратную. Все обратно вышли. Домой нереально добраться сегодня. Девочки, я приехала домой. Я почему-то думала, что я в магазине записываю. Оказывается, я камеру не включила. В общем, я купила вот такие конфеты. Здесь написано, что мешок, ну, то есть ассортия, разные сорта. Двенадцать с копейками стоила. Эта скидочка была. Здесь шестьсот грамм. И вот такой миндаль в шоколаде. Очень-очень вкусно. Здесь пятьсот грамм было. Ну, мы половину за чай стрескали. Ой, а вот эту цену не помню. По-моему, девять евро стоила. По лакомице. Это очень вкусный шоколад. Все, я уже на кухне навела порядок. Сейчас включу посудомоечную машину. И спать. Вам спасибо, что провели сегодня весь день со мной. Так, пусть полная программа прогонит. У меня там сковородки. Спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok